Теперь китайские семейные пары могут заводить до трёх детей. Ранее в коммунистической стране десятки лет действовала политика «одна семья, один ребёнок». В 2016-м семьям разрешили заводить по двое детей. Теперь же ограничения ещё больше ослабили, поскольку статистика показывает масштабный спад рождаемости. В мае в Китае завершилась перепись населения, которую проводят раз в 10 лет. Она показала, что рост популяции замедлился до рекордного уровня с 50-х годов прошлого века. Изменения утвердили на заседании Политбюро. Позже это подтвердили государственные СМИ. Китайцы говорят, что пока не готовы заводить по трое детей. «Воспитание детей в основном ложится на плечи женщин, но общество их никак не поддерживает. Если бы мужчины делали немного больше, если бы семьи в целом поддерживали женщин, то они могли бы родить второго ребёнка. Ведь намного лучше, когда есть брат или сестра». «Если будут условия, у нас будет больше детей. Сегодня молодым людям нужно покупать дом, это уже огромное давление. Потом нужно подумать о стоимости обучения ребёнка и так далее. Такую политику сложно будет применить». «Да, и качество обучения. Это даже более важный вопрос, чем рождение второго или третьего ребёнка». Эксперты отмечают, что давление ощущают не только жители больших городов. В деревнях ситуация тоже тяжёлая. «Думаю, что это может произойти в сельской местности. Но, как вы знаете, население деревень сокращается. Там царит бедность, поэтому причин заводить больше детей немного». Политика «Одна семья, один ребёнок» действовала в Китае с 1979 по 2015 год. Её притворяли в жизнь с помощью принудительных абортов и стерилизаций, больших штрафов и других мер.